Его голос знаком каждому, его улыбка не стареет. Николай Дроздов – человек-легенда. Он был на всех континентах, видел десятки городов и стран. Но морские ворота Сочи открывает едва ли не впервые. Вышли в море, смотрю, вода чистая, голубая, прозрачная, ничего не плавает. А за спиной за наш зеленый олимпийский город, в котором зеленое насаждение занимает 90% от территории города. Машинки бегут, пробок нет, воздух чистый. Глава города Анатолий Пахомов рассказывает, как много пришлось сделать, чтобы Сочи стал спортивным и зеленым. Первым делом курорт вывели на чистую воду. К Олимпиаде запустили в работу комплекс «Бзугу». Его механизмы каждую секунду качают, фильтруют, облучают ультрафиолетовым канализационные стоки. За сутки через решетки, песколовки, фильтры барабаны проходят 140 тысяч кубометров грязной воды. Очищенные стоки выпускают на большой глубине за километры от берега. Это позволило нам полностью закрыть очистные сооружения на Новогинской, которые были давно старые, пришли в негодность. Коллектор, который был протянут там по улице Конституции, по сути, по набережной реки Сочи, он давно своей функции не выполнял. Сегодня вот эта вся территория города, она и море, она совершенно чистая. Чистой стало и акватория в Бадлерском районе. Старые очистные сооружения здесь тоже отправили на пенсию. Теперь стоки очищают новый современный комплекс. Он в три раза мощнее прежнего. Чистота на суше – еще один важный вопрос, который удалось решить благодаря Олимпиаде. В курорте открыли завод, где тонны бытовых отходов собирают, сортируют и отправляют на переработку. Пока Сочи готовился к Олимпиаде и зарастал строительными лесами, в городе решали, как сохранить и приумножить зеленый фонд. Было принято несколько программ компенсационных мер. Только по одной из них в нацпарке высажено 50 тысяч саженцев каштана, самшиток, кавказской груши, восточной яблони. Чтобы зеленые легкие курорты были чистыми, в Сочи разгрузили от газующих пробок. Для этого построили более 360 километров автомобильных и железнодорожных дорог. После Олимпиады он же не пустой, он весь продолжает жить, уже все больше и больше зовет туристов к себе, заселяются новые отели. Николай Дроздов смотрит на Новый Сочи уже с высоты птичьего полета. Говорит, город изменился самым кардинальным образом. После морской и пешей прогулок телеведущий собирается проехать по курорту на велосипеде. В Американской низменности двухколесный транспорт уже вытеснил на обочину четырехколесный. На велосипедах ездят по Олимпийскому парку вдоль набережной. Специальная велодорога длиной 6 километров – настоящий подарок для любителей прокатиться с ветерком.